Протесты в стране продолжим обсуждать с политическим комментатором Андреем Андреевским. Андрей, приветствую тебя и благодарю за включение. Приветствую. Давай начнем с обобщения ситуации. Мы видим вал разных протестов по всей стране. Вот как ты видишь положение дел? Это совпадение или все-таки раскачивание внутриполитической ситуации заинтересованными силами? Если да, то кто эти силы? Как ты думаешь? Ну, мне бы хотелось, как многим нашим людям с постсоветским образованием, склонным к конспирологии, тоже найти какие-то связи. Но, если честно, в данной ситуации я не вижу этих связей. Да, я не исключаю, я это многократно говорил в различных интервью, что нас ждет впереди много протестов, именно инспирированных из одного конкретного центра, я имею в виду Москву. Но это не та ситуация. Да, очевидно, что протест возрождения – это пророссийский протест, организованный как раз, возможно, теми самыми силами. Но протест аграриев и протест перевозчиков я все-таки пока не готов отнести к той категории, потому что я не вижу здесь выгодополучения с точки зрения политических игр. Они не пускают к себе политиков, и у них требования очень узкие, не связанные с политикой. То есть аграрии хотят решить вопросы с банками, чтобы им правительство в этом помогло, а перевозчики хотят внести те пункты в кодекс, которые они считают более правильными. И даже более того, они подчеркивают, что это именно европейские практики и говорят, ну давайте будем как в Европе. Поэтому я не связываю эти все три протеста. Хотя, конечно, косвенно то, что вот у нас усложняется из-за этого ситуация, логистика в стране косвенно, это может играть на руку тем, кто хочет дестабилизации у нас в стране. И мы могли видеть, вчера это, по-моему, было, господин Шор, который сейчас находится в Москве, сказал прямым текстом, что главная его задача – не допустить европейской интеграции Молдовы. Правда, тут же добавив, которое и так невозможно, то есть как это, зачем ему тратить такие силы на то, чтобы бороться с тем, что невозможно, он не пояснил, но мы же все прекрасно с вами понимаем. Поэтому, да, косвенно, конечно, то, что нарушается логистика страны, то, что закрыты время от времени, они перекрывают таможни, и вот сегодня перекрывали трассу Кишинев-Кагул, это очень плохо, потому что это, ну это создает проблемы для простых граждан, это создает проблемы для экономических агентов. И это тоже, как бы, ну не идет на пользу общей ситуации в стране. Но, если говорить конкретно про истоки этих протестов, я все-таки не нахожу тут прямых связей между, все-таки я считаю, это три разных протеста. Хорошо, давай поговорим конкретно в отдельности. Фермеры, они регулярно протестуют, тракторы на центральной площади в прошлом году не помогли им добиться выполнения всех требований, и теперь они блокируют уже основной КПП на границе с Румынией, не только, да, трассы, тоже сказал. В то же время мы видим более спокойную реакцию властей. Вот они отвечают на недовольство фермеров конкретными цифрами, сколько денег им было выделено за последние несколько лет. Это новая тактика? Как ты думаешь? Ну, я думаю, что на самом-то деле у них и выбора большого нет, потому что они не могут выполнить то, что от них требуют фермеры, потому что основные требования связаны с банками. Банки у нас не государственные, это коммерческие банки, и ну как они себе представляют, что правительство вызовет этих банкиров и скажет, давайте делайте так, как мы вас попросим. Ну, по-моему, это просто технически невозможно, поэтому здесь не совсем понятно, в общем-то, на что они рассчитывают. Да, фермеры у нас протестуют давно, и, кстати, я напомню, что они протестовали и в то время, когда президент был Дадон, и премьер-министр Иоанн Кику, тогда вот Дадон на днях тоже очень переживал, говорит, что как так вот, в то время вы так жестко протестовали, даже там топтали газоны перед зданием правительства, а сейчас вот не может ничего устроить, ну вот теперь он может успокоиться, теперь они устраивают даже похуже вещи, перекрывают трассы. И, ну, повторяю, я думаю, что просто правительство, с одной стороны, оно пытается объяснить цифрами, с другой стороны, они просто не знают, а что дальше делать, потому что, ну, начинать открытую конфронтацию с этими фермерами, там, условно говоря, силой разгонять их с этих трасс, тоже, видимо, не хотят, опасаются, что это вызовет какие-то дополнительные волнения, дополнительную напряженность. Оставлять их просто без реакции, ну, это тоже неправильно, потому что правительство, ну, то оно и есть, чтобы оно реагировало на все, что происходит в стране. Поэтому вот они сейчас заняли такую позицию, дескать, ну, вот идите к боли, разговаривайте с ним, у него есть все аргументы, все цифры, и посмотрим, что из этого выйдет, потому что, ну, это уже принимает какую-то цикличность, и, в общем-то, я это всегда говорил, что протесты, пока они мирные протесты, пока они не создают проблемы другим, это абсолютно законно, легально, и сильно переживать из-за этого не надо. Но когда протесты переходят определенные рамки, то есть, когда, ну, условно говоря, человек не может поехать по своим делам в соседнюю страну, и там срываются встречи, срываются запрограммированные отели, вылеты из ЯС, то, ну, это большая проблема, и это, ну, это нечестно со стороны протестующих по отношению к другим гражданам. Мы-то ни в чем не виноваты в том, что у них есть проблемы, и почему они должны создавать проблемы нам. Так что я тут считаю, что, ну, наверное, как-то надо вот в этом плане с ними поработать, в том числе тому же правительству, чтобы они как-то понимали ответственность перед другими гражданами, и что так, ну, неправильно поступать. Перевозчики тоже не первый раз вышли на протесты, и здесь налицо конфликт Министерства инфраструктуры и транспортников. Обе стороны недовольны друг другом. Вот тут какой может быть компромисс, на твой взгляд? Это тоже очень старый конфликт. Не конкретно это, но началось вот это вот у перевозчиков с Министерством транспорта. Это еще, я помню, я освещал еще подобные протесты, по-моему, это был год, наверное, 16-й или даже 15-й. Но проблема в данной ситуации, мне кажется, проблема в нехватке коммуникации. То есть если бы правительство более тесно с ними сотрудничало, и, кстати, это не только вот в случае с перевозчиками, у нас такое возникает постоянно, то с рестораторами, то еще с кем-то. И даже проблема не в конкретно нынешнем правительстве, хотя оно придерживается этих плохих традиций, которые были заложены еще в прошлом. То есть когда правительство создает какой-то регламент, связанный с каким-то определенным видом деятельности, ну, было бы абсолютно логично максимально координировать этот регламент с теми людьми, кто в этом работает. Но, к сожалению, это не всегда происходит. И вот они в вашем репортаже, я видел, что говорят, типа, давайте дождемся, когда регламент вступит в силу, а потом вы увидите, что не все так плохо. Ну, а почему бы заранее все не оговорить, не сесть, не просчитать все четко, и потом тогда никому ничего уже доказывать не надо. Мне кажется, что тут есть нехватка коммуникации с обеих сторон, и из-за этого вот происходят такие проблемы. Ну, и политические протесты тоже, мы видим, набирают обороты. Перформанс устроила партия Возрождения с похоронной процессией, гробом. Действительно ли есть поводы для скорби из-за денонсации соглашений с СНГ? Да, я уверен, что вот эти молодые ребята, при том, судя по видео, вообще были школьники, и думаю, что они вообще не совсем понимают, что такое СНГ, и зачем оно нам нужно, и нужно ли оно в принципе. Понятно, что это протесты организуются политиками конкретно под свою политическую цель. Их политическая цель – показать России, что, ребята, давайте ставьте на нас. Все, время Додона прошло, вот это альтернатива социалистам. Кстати, об этом же говорил Додон в своем одном из последних лайфов, что вот там Шор пытается создать нам альтернативу. Тоже он с большой грустью и болью в голосе повествовал. Но вот, видимо, они и пытаются доказать. Хотя я это тоже много раз говорил и могу подтвердить, что мое мнение, что они не совсем понимают, что от них Россия хочет. России здесь не нужно ультапророссийские партии. Им нужно здесь партии, которые могут даже изображать из себя проевропейских, но их главная задача А. Это создавать политический хаос и напряжение. И задача Б – делать так, чтобы мы не приближались к Европейскому Союзу, чтобы мы не двигались в сторону Европы. И для этого неважно, под какими вы флагами. Но эти ребята в своем соревновании между собой, я имею в виду шаристы и люди Додона, они думают, что самое главное – понравиться России. А чтобы понравиться России, надо изображать такую радикальную ультрапророссийскость. И поэтому вот эта борьба за СНГ, которая, как по мне, она давным-давно мертва. Потому что Россия нам ставит препоны в сельском хозяйстве уже больше 10 лет. И это никак не связано, хотя по соглашениям СНГ, оно не должно нам. То есть мы платим таможенные пошлины, которые мы не должны платить. Они нам ставят какие-то лимиты, ограничения, которые всего этого не должно было бы быть априори. Поэтому я считаю, что эта структура мертва, и бороться за нее, кто в этом реально понимает, нет никакого смысла. Но я думаю, что борьба не ради этого, не ради СНГ, а борьба ради того, чтобы понравиться Кремлю. А уж те бедняги, которых вытащили на протест, я уверен, что они вообще не понимают, зачем они туда вышли. Ну просто их каким-то образом промотивировали, простимулировали, и вот они туда выходят. Андрей, спасибо тебе большое за включение, за беседу. Спасибо.